МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Руслан Внедорожный. Популярный автопутешественник-блогер. 20 ноября прошлого года стартовал из Москвы и планирует посетить более 20 городов России. Перед Карачаево-Черкесией побывал в Дагестане, Чечне, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии. Руслан, рады вас видеть у нас в Карачаево-Черкесии. Давайте наш разговор начнем со стандартного вопроса. Как все начиналось? Как это хобби переросло в нечто большее? Ну, скажем так, путешествовал я с детства. Это как только родители теряли бдительность, я начинал путешествовать. А профессионально начал путешествовать уже где-то в 2008 году, когда грянул кризис. И первые, кто полетели с работы, это были айтишники. Это как раз я был тогда коммерческим директором крупной компании айти. И я был абсолютно уверен, что меня этот кризис не коснется. Но в первых рядах пошел под сокращение. И полтора года не мог устроиться на работу. Собственно, так вот начал путешествовать. И вначале я продал квадроцикл. Потом у меня было хобби, я собирал раритет ГАШ-69. Продал ГАШ-69. Потом уже расстался с рейнджеровером. И, собственно, тогда организовал клуб автопутешественников. Объединял пассажиров и владельцев автомобилей в экипаже. И, собственно, организовывали разные интересные маршруты по России. Россия и Беларусь. С тех пор занимаюсь организацией путешествий. И сам путешествует много. Нынешнее путешествие – это для вас часть какого-то большого путешествия? Или просто самостоятельный этап? Это больше один из этапов моей экспедиции. Экспедиция называется «Из края в край». Я заезжаю, посещаю разные предприятия отечественные, делаю репортажи о том, как это делается. То есть был, допустим, в Чебоксарах на заводе по производству солнечных панелей. В мире только две компании делают такие солнечные панели. Одна компания в США и одна у нас в России. В Чебоксарах. Компания Hevel. Был на заводе УАЗ. Снимал все этапы производства современных автомобилей. УАЗ Cargo и УАЗ Patriot. То есть начиная с рамы, как навешиваются все агрегаты, узлы. И до процесса «женитьбы», когда уже кабина приезжает и кабину женят вместе с рамой. И, собственно, из региона в регион, из края в край посещаю разные производства, изучаю традиции, культуру разных народов, религии. Так вот, допустим, в республике Мариэл узнал о марийской традиционной религии, о которой, допустим, узнают единицы. И вот, собственно, доехал до Карачаева-Черкесии. Наша республика – это же не первый регион Северного Кавказа в вашем маршруте. Маршрут у меня достаточно длительный. И заезжал на Кавказ я со стороны Дагестана. А весь маршрут у меня, значит, это Владимир, Нижний Новгород, Чебоксары, Йошкарла, Казань, Ульяновск-Самара, Пенза, Саратов, Волгоград и Листа, Астрахань, Махачкала, Грозный-Магаз, Вуди-Кавказ, Нальчик и вот сейчас Черкесск. Чем вам близок Кавказ? Близок ли? Кавказ, он близок, он, можно сказать, родной, потому что я сам родился, вырос на Кавказе, я родился, вырос в городе Баку. И я азербайджанец по национальности. И поэтому после Ростова с одной стороны и после Астрахани, то с другой стороны, я уже, можно считать, уже дома. Пересекая те регионы, я уже, можно считать, что я уже дома. Завтра вы поедете в наши горы. Какой маршрут вы бы хотели для себя? Ну, скажем так, такие места, допустим, тот же самый Дамбай, они уже известны, это такие протоптанные дороги. Туристы знают и про Горнолыжку, и про Эльбрус, поэтому, ну, это такое, это распиаренные места, поэтому мне лично это не особо интересно. Мне интересно узнать, ну, вот, скажем так, пообщаться с сельскими жителями, там, узнать что-то о традициях, о культуре, об обрядах каких-то. Вот, открыть для себя что-то новое, и чем бы я мог поделиться там со своей аудиторией, со своими подписчиками, что было бы интересно. У нас есть такая проблема, допустим, в ряде регионов, когда говоришь Башкортостан, люди думают, что это где-то в странах СНГ. Дагестан — это где-то там, в Средней Азии. То есть я хочу по максимуму, как бы, вот распространить информацию о наших республиках, рассказать про традициях, рассказать что-то новое. И по маршруту, пока, да, маршрут еще пока не выбран, но вот хочется поближе куда-то к сельской местности увидеть, как, допустим, там, возделывают кожу, что делают из кожи и шкуры. Вот, или там какие-то национальные какие-то предметы, украшения, допустим, как делаются. Ну, вот что-то вот в таком ключе. На чем ездите? Автомобиль у меня Mitsubishi Pajero, он подготовлен, собственно, вот для таких дальних путешествий. И изначально я ездил просто на автомобиле, ездил с палаткой, вот, потом по своей работе ездил на разных автодомах, или же к Pajero цеплял прицепы. Ну, вот, собственно, так вот и появилась мысль и идея построить внедорожный дом на колесах. То есть этот прицеп, он строился именно под Pajero, под конкретный автомобиль. Это и высота, это и габариты, это и колея, это взаимозаменяемость колес. Мне не нужно в эту поездку возить два разных комплекта. У меня, получается, на весь состав три запасных колеса. Расскажите более подробно о прицепе. Он в своем роде уникальный. Тему прицепа строительства я изучал достаточно давно и долго, было интересно. За примеры брал австралийские прицепы, американские прицепы внедорожные, лазил по их формам, изучал технологию, как они строятся. Вот. И этой весной я уже окончательно решил, что все, уже как бы нужно заниматься. Давно я об этом думаю и мечтаю, но пора уже как бы приступить. И в начале лета я начал строить прицеп в июне месяце. Вот. Вначале я готовил раму, соответственно, защита рамы от коррозии и так далее. Потом возведение, строительство полов, всякие ноу-хау, технологии свои. И все вот эти этапы строительства я выкладывал у себя на канале на ютубе посерийно. Вот. Также рассказывал про всякие материалы и так далее. И при начале строительства мне было интересно, вот, ну, насколько вот у нас в стране, опять же, развито производство. Вот. Можно ли своими силами, нашими силами, да, построить вот такой вот внедорожный караван, не прибегая к покупке комплектующих из-за рубежа. И на сегодняшний день караван состоит на 80% из отечественных материалов и оборудования. Там в 20% входит этот тормоз наката, который в России вообще не производится. И ось. Ось была, это, скажем, больше мой, наверное, каприз. Она состоит из деталей от Mitsubishi Pajaro. Там стоят гидравлические тормоза от Mitsubishi Pajaro дисковые. И, собственно, повторяет колею самого автомобиля. Вот. Остальное все можно считать, что из отечественных материалов и оборудования. Солнечные панели, всякое оборудование по электричеству, это тоже у российских производителей. Насколько ваш прицеп автономен? Где берете электричество? Мне электричества хватает, чтобы подключить болгарку, любой электроинструмент, который у меня сейчас с собой. Включая сварочный аппарат. Все у меня с собой. То есть я могу просто в горах стоять, варить любую конструкцию, которая мне нужна. У меня дополнительно с собой генератор и солнечные панели. То есть если недостаточно солнца, я подключаю генератор. У меня вот, допустим, в караване 3 киловатта электричества от солнца, либо там еще генератор. Дополнительно могу подпитать всю эту историю от автомобиля. То есть это как третий источник питания. Но пока что такой необходимости не было. Воду можно взять из любого родника. Есть с собой холодильник, газовая плита. Газовых баллонов у меня 2 по 27 литров. На готовку это может хватить на несколько месяцев. Месяца 3, если не больше. В зависимости, как расходовать. Стиральная машина, автомат. Современная стиральная машинка, автомат. Компактная, на 3 килограмма. Вещи закидываешь, пока подстирает. Занимаешься делами, ходишь, фотографируешь. Прицеп можно считать полностью автономным. Больше, наверное, загвоздка будет в продуктах питания. За водой можно съездить на родник. Газа хватит надолго. Электричество вырабатывается от солнца. Вы путешествуете со своим псом породы Джек Рассел. Как он переносит не всегда собачьи условия. Замечательно он переносит. Более того, стоит ключи от машины взять. Если он слышит звон ключей. Все, он бежит уже к двери. Ждет, когда я уже открою машину, чтобы он сел в машину. Запрыгнул. Ну и, собственно, вот только я дверь открываю. Он запрыгивает сразу на переднее сиденье. Он считает, что это его место. Поэтому пассажиров туда не очень любит пускать. Приходится его силой отправлять на заднее сиденье. Он встает на задние лапы. Передними лапами ложится под торпеду. И вот может 200-300 километров стоять на задних лапах. Потом уже начинает уставать. То одна нога подкосится, то вторая нога подкосится. Он садится. А когда садится, ему не видно дорогу. Он начинает злиться, что он не видит дорогу. Опять встает и опять смотрит. До тех пор, пока уже все, его уже сон не срубит. Он уже прям на торпеду голову кладет, засыпает. Нет, он ездить очень любит. Вот приедем на какое-нибудь место, да, всем целый день простоем. Он там бегает туда-сюда. Как только он понимает, что я завожу машину и собираю вещи, все, он уже начинает прям вот становиться более таким живым. Уже понимает, что мы сейчас куда-то поедем. Все, он уже готов к поездке. Вы организатор клуба для любителей путешествовать. Расскажите о нем подробнее. Клуб не внедорожный и более того, там нет караванов. Это просто легковые автомобили. Просто люди, которым интересно и хочется путешествовать по стране. И тем более, когда предлагаются какие-то интересные маршруты по стране либо по соседнему государству, по Белоруссии. У нас были ежегодные мероприятия. Это замки Белоруссии, это места боевой славы России. Вот мы посещали разные города-герои. Дружно, колонной, на аварийках при сопровождении организаторской машины. В Белоруссии вот мы и возили 49 человек. Это 19 автомобилей, колонной через всю Белоруссию с флажками. Два экипажа организаторов. Один экипаж организовывает колонну и, соответственно, места датопримечательности, музеи, входные билеты, гидов, экскурсоводов и так далее. Второй экипаж едет на место ночлега, где разбивают лагерь, ставят шатер и на всю эту толпу начинают готовить кушать. Вечером, соответственно, вся эта делегация приезжает, разбивают лагерь и организовывается центральное питание, все кушают. Все свои путешествия вы выкладываете в блог. Какие отзывы? Ну, люди абсолютно разные, и мнения разные, и комментарии разные. Есть добрые комментарии, есть злые комментарии. Кто-то пишет, ну, везет кому-то, кто-то путешествует. То есть, ну, это абсолютно по-разному бывает. Кто-то просто там делится, там, вот, стоило бы еще поехать бы туда, или там интересуется, куда поехать. Ну, комментарии абсолютно разные. Какая у вас глобальная мечта? Может, кругосветка? Я хочу, чтобы у нас развивался туризм. Очень просто. Нет какой-то глобальной мечты объездить весь земной шар. Я просто хочу, чтобы у нас в стране развивался туризм. Собственно, в эту поездку я делаю разные путевые заметки. Одна из этих путевых заметок – это я хочу озвучить проблему отсутствия кемпингов. В рамках своей экспедиции я встречаюсь с ребятами, которые тоже строят дома на колесах своими руками. Я делаю репортажи об этих ребятах. Я хочу, чтобы таких ребят у нас в стране становилось больше. Потому что эти ребята будут путешествовать по России. Они не поедут в Европу. Их автодома не пустят в Европу. Те, кто покупает готовые автодома, европейские караваны, они не путешествуют по России, потому что убивается автомобиль, убивается прицеп. Они в основном путешествуют по Европе. Поэтому я больше сейчас еще делаю репортажи об этих ребятах, кто что-то строит своими руками. Потому что это те люди, которые будут путешествовать по нашей стране, а не в Европе. И когда таких людей будет у нас в стране становиться больше, у нас начнет появляться какая-то инфраструктура. А пока у нас проблема замкнутая вокруг себя. Не развивается автотуризм, потому что нет инфраструктуры. Не развивается инфраструктура, потому что не развит автотуризм. И последнее. Что бы вы хотели пожелать жителям Карачаева-Черкесии и телезрителям нашего канала? Жителям республики в первую очередь я хочу пожелать благополучия. Это, наверное, самое главное. Благополучия и мирного неба над головой. Редактор субтитров А.Семкин